Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Николай Ноа. Луна, вся банда в сборе. Сегодня я хотел вам показать садовый центр, который находится непосредственно на территории нашего города. Единственный, на самом деле, садовый центр, который крупного размера, в котором действительно достаточно неплохой выбор растений для городского садового центра. Потому что все остальные находятся, так сказать, за пределами города, все надо ехать на машине, либо ехать надо на общественном транспорте, достаточно далеко, да, иногда даже сменяю несколько автобусов, грубо говоря. А вот этот садовый центр, он находится, знаете, прямо от меня в шаговой доступности. Видео будет из двух частей. Сегодня мы прогуляемся внутри садового центра, именно в здании. И в следующем видео мы прогуляемся, оно будет через день-два, а мы прогуляемся с вами по... Так, Луна, аккуратно, кто-то не упала. Мы прогуляемся с вами по территории именно самого этого садового центра, уличный, так сказать. Там будут различные суккуленты, какусы, садовые растения. В общем, друзья, всем, кому интересно, присоединяйтесь к нам, к этой маленькой банде головорезов. Начнем нашу прогулку. Так, друзья, мы попадаем на территорию садового центра. Вот такая у них вывеска веселенькая на входе, призывающая заходить в сад чудес. Здесь также находится, помимо садового центра, в этом здании в красном находится английский клуб. В английский клуб сюда приезжают англоязычные друзья, так сказать, проводят время здесь за бриджем. И также в свое время здесь находился очень известный ресторан британской английской кухни под названием Черчилль. Ресторан этот закрылся, и это здание очень долго пустовало. То здание, в которое мы сейчас пойдем, в ту часть, в которую мы пойдем, посмотрите, в самом обходе нас встречают потрясающие красоты окалифы. Очень красивые, яркие растения, очень интересные такие. Вот здесь еще одна окалифа. Посмотрите, это такая бордово-красная, да, с оранжевым. Этого было желто-зеленое. И, в общем, был раньше здесь этот ресторан Черчилль, который благополучно закрылся в свое время, и эта зона пустовала. И в итоге эта компания, которая называется Анатура, да, они занимаются одеждой, бижутерией, занимаются также растениями. Данный садовый центр называется La Casa de la Semilla, дом семян, в переводе с испанского. Посмотрите, вот там мы сегодня будем гулять, внутри. Там всегда играет очень приятная классическая музыка, потрясающе так атмосферно. Вот эту часть мы с вами тоже посмотрим в следующем видео. Здесь у них неразлучники живут в клеточке пара. Нужен держать всегда в паре этих попугаев. Такие неразлучники. Вот эту часть, как я уже сказал, посмотрим в следующем видео с вами. Видит оно через день-два. Друзья, немного чего есть. В основном самая интересная часть это зона кактусов и суккулентов. Итак, еще по мелочи что-то покажу. И сейчас мы будем заходить вовнутрь. Как я уже сказал, внутри всегда играет очень приятная классическая музыка, но из-за прав правообладателей, так сказать, я не могу ее воспроизвести. Поэтому можете представить. Я пытался найти какую-нибудь музыку, чтобы вставить, но это все очень странные короткие были обрезки, вы знаете. И поэтому я решил ее просто не вставлять, чтобы не раздражать ни себя, ни вас. Смотрите, здесь у них также продаются, начнем, да, с самого начала. Здесь у них продаются различные препараты, удобрения. Ценник у нас достаточно высокий. В целом этот садовый центр, вы посмотрите по ценам, он достаточно дорогой. Так, он находится на территории города, в историческом здании. Плюс он находится в зоне города-сада, Лас-Юда-Хардин. Это богатая зона нашего города. Да, смотрите. Ордисия такая стоит, красивая цветет она такими ягодами. Различные здесь шлюмбергеры. Потрясающие, тоже выцветающие, зацветающие. Посмотрите, да, вот такая здесь разная-разная. У них есть растительность, разные цветы. Есть сингониумы, есть цвета потрясающая. Азалия цветет здесь тоже, есть розовая, есть белая. Сингониумы. Так вот, как я уже сказал, быстро расскажу, да, этот садовый центр, он не считается дешевым. Но здесь иногда можно найти реально приятные растения по хорошей цене. Посмотрите, какой симпатичный сингониум 5,90 стоит. Арбузная пепперомия по 9 евро, крупные кусты. Хэппи бин. Такую я не встречал даже пепперомия. Хэппи бин называется. Счастливые бобы, да, если переводить на русский по 5,20. Различные пепперомии. Россо тоже здесь стоит. Еще вот такая серебристая. Не серебристая, а немного с таким серебристым оттенком. Пепперомия Санторини. 7 евро стоит. И пепперомия Россо 6,20. Они на самом деле очень похожи. Но если на них посмотреть вблизи, конечно, есть разница. Да, вот Санторини, она имеет такой более интересный глянцевый оттенок. Своеобразный. Достаточно приятная. Здесь растут фикусы. Такие. Бенджамина, красавцы тоже продаются. Все это, друзья, стоит на продажу. Здесь очень много элементов декора. Вообще магазин такой своеобразный. Да, садовый центр своеобразный. Не совсем типичный. Но этим он мне и нравится. Своей атмосферой, своей необычностью. Приходишь за одним, всегда можно уйти с чем-то другим. Пришел за растением, купил здесь сарафан, номер женщины, если говорить. Кстати, увидите, здесь продаются и одежды, и куртки. Все, что хочешь, здесь можно найти в этом садовом центре. Но будем смотреть на цветы дендробиумы. Смотрите, какие стоят небольшие дендробиумы молоденькие. Как я уже сказал, выбор здесь не особо большой. Но при желании, если вдруг захотелось купить чего-то, вот смотрите, венерин башмачок, если захотелось чего-то купить, то без проблем здесь можно найти растения. Единственное, что чуть дороговаты. Здесь спатифеллиумы по 2,10. Спатифеллиум неплохая цена, кстати. 2,10. Здесь также различные кашпо, горшки для орхидеи. Как вы можете видеть, прозрачные продаются. Глоксиния стоит. Кстати, глоксинии у нас не особо распространены. Не знаю, с чем это связано, но глоксиния я практически не вижу. Смотрите, здесь нефролеписы висят над потолком подвешенные. Тоже они в продаже. Такая интересная идея их повесить. Огромные высокие потолки. Друзья, вы представляете, иметь в своем распоряжении вот такую цветочную комнату. Вот это все иметь как такую комнату для растений в доме. Кто-то такие имеет, наверняка. Давайте будем мечтать, чтобы у нас такие появились с вами комнаты. Здесь бегонии, папоротники. Бегония Рекс 1070, крупная бегония. У них, вы знаете, так как центр небольшой, все растения представлены в двух-трех экземплярах. Это не так, как в тех больших садовых центрах, которые я вас возил, что иногда идешь и идешь, просто целый ряд одной, например, одного сорта пальмы какой-то или одного сорта, я не знаю, других растений, да, каких-то бы то ни было. Это солиролия, вот такая, смотрите, по 3,70 фиалки, по 3,50. Смотрите, вот такие вот стоят небольшие фитонии, по 3,30. Здесь написано не трогать растения руками. Я так понимаю, что они липкие, потому что растения хищники. Написано мясоеды, да, по 7,40. И вы можете видеть на них какие-то мелкие прилипшие мошки. Ну, я не знаю. А, друзья, у кого-нибудь есть такое растение? Потому что имеет растение, которое всегда облеплено мошками. Ну, мало эстетики в этом. Ну, вот такие стоят на продаже хищные растения. Я так понимаю, не трогать руками. Специально написали, чтобы никто не прилип к ним. Их сок, который они вырабатывают. Калатея. Вот такая красавица стоит. Очень своеобразная, очень интересная, друзья. Реально очень здоровское место. Жаль, нельзя эту музыку использовать. Иначе просто не пропустит у меня монетизацию мой канал, так сказать. Да, YouTube. Поэтому пока без музыки. Смотрите, вот здесь стоят еще шкафы. Вот такой тоже потус, да, эпипремнум. Посмотрите, какой огромный, потрясающий красавец. У него мощные листья. Такой, конечно, эпипремнум не для квартиры больше, а для фасада в городе Саде. У меня есть видео на моем канале. Если вам интересно, можете поискать в плейлисте «Прогулка по городу-саду». Можно видеть такие растения, высажены на оградах повсеместно. Смотрите, вот наши цены. 6,85, 4,50, 10,50, 25 евро. Я имею в виду на различные отравы. Смотрите, вот 28 с чем-то. Спрей вот такие по 8 евро. То есть, у нас ли заразился растение твое заразилось каким-то вредителями, то ты потратишь реально очень-очень приличную сумму. Благо, я нашел для себя пару вариантов, которые тоже не дешевые препараты, но они реально эффективные. Одного нанесения достаточно. Я про них как-то рассказывал. Если будет интересно, я могу вам снова рассказать. Один препарат можно заказать реально на Амазоне, на сайте. И он вас будет выручать, как минимум отключая трипса от одного нанесения. Он имеет эко-сертификат. Ваше растение будет чувствовать себя прекрасно. Проверено на себе. Продолжаем смотреть на орхидеи. Здесь у них стоит такой круглый стол. Большим количеством разных фаленопсисов. Такие симпатичные по 24,95, друзья. То есть, цены кусаются. Но опять-таки, на свой товар, так сказать, есть свой купец на каждый товар. Я пришел достаточно рано. Здесь обычно не бывает большой давки, как часто бывает в более дешевых садовых центрах. Но жители района, город-сад, они могут себе позволить. Этот магазин, они часто сюда приходят наверняка. Я сюда тоже прихожу иногда за вдохновением прогуляться, потому что он недалеко от моего дома находится. Смотрите, какая красота. Вот такая тоже аллоказия стоит. Очень крупнолистная, такой большой-большой куст. Такие крупномеры, конечно, в маленьких помещениях держать практически невозможно. Если ты ее покупаешь даже малышкой, то потом будут проблемы наверняка. Немного марантовых. Здесь висят фотографии, возможно, бывших членов этого английского клуба или людей, которые были связаны с этим зданием, так как здание достаточно древнее. Да, посмотрите, какая красота. Цимбидиумы, конечно, поражают своей красотой. Посмотрите, у них есть такие желтые, лимонно-оранжевый, белый практически, белокремовый, да, тоже очень красивый. И в центре этой композиции стоит аллоказия. Аллоказия, разные папоротники. Смотрите, какой красивый цимбидиум. Вот этот беленький, да, такой белорозовый, какой-то он кремовый. Очень приятно. Цимбидиумы, конечно, потрясающие орхидеи. Каждый раз я поражаюсь их красоте, удивляюсь ей. Еще немного фаленопсисов. И будем продолжать движение. Смотрите, мы попадаем в дальнейшую часть данной композиции, можно это так назвать, данного садового центра. Здесь, смотрите, какие массивные, высокие-высокие двери, потолки, окна. Возможно, здесь даже кто-то раньше жил в свое время, какой-то богатый человек, но теперь это здание, смотрите, стало садовым центром городским. Огромный куст монстера, деликатесный, очень-очень крупная. Смотрите, небольшая спидистра здесь продается тоже. Ценник я даже не хочу называть, потому что, знаете, я за такие деньги эти растения, конечно, покупать не буду, но, опять-таки, имеет место быть, да, если вам нравятся растения. Хотя вот надо отметить, что здесь очень часто покупаю я хорошие суккуленты и кактусы по очень приемлемым ценам. Прямо, действительно, прям бросовые цены бывают и реально очень хороший выбор. И, кстати, садовые растения, вот такие декоративно-лиственные, различные вероцены, пальмы. Вот вы можете видеть на своем экране маргината, да, рацина маргината, вариегатная антуриума. Иногда тоже бывают по очень хорошим ценам. То есть, в зависимости, как попадешь, нужно искать. То есть, чтобы купить что-то ценное, нужно искать сокровища. Посмотрите, какой красивый, потрясающий антуриум, такого благородного цвета вина. Наверное, какой-нибудь черный антуриум будет, да? Очень красивый, необычный. Замиакулькасы. Писнозамия, хотя это не замерзами, это замиакулькас. Да? Калладиум, смотрите. До сих пор не впавший в спячку. Растет здесь калладиум небольшой, калатеи, различные диффенбахии, антуриумы, драцены. Такая диффенбахия, вот такая калатея. Смотрите. Небольшое количество сансеверий, таких стандартных, небольших, да? По виду это... Что такое? Человек, который занимается сансевериями, вылетела их головой. Футура суперба сансеверия. По виду, да? Они небольшие, более широкие, чем лауренти. Снова эти калатеи. Здесь такая у них небольшая композиция из мха на стене висит. Красивые фикусы, каучуконосные. Огромный спатифилиум, просто огроменный, идеальные листья, идеальные, не единого сухого кончика. Я не знаю, сколько он у них здесь проводит времени, но влажность здесь, конечно, достаточно высокая, от такого изобилия растения, от полива. Да, в целом, влага остается на этом поддоне. Там лежит такой специальный впитывающий материал, который в итоге тоже создает атмосферу влаги. Посмотрите, какая красивая композиция в целом. Правда ведь, согласитесь? Смотрите, как это смотрится интересно. Другое дело, что найдем ли мы с вами какой-то интересный цветок для нашей коллекции, но посмотреть на вот такие гусмании по 9.30, на пахиры интересные, да, и на замиакулькасы вполне себе приятно, очень даже эстетично. А эстетику мы с вами, друзья, что? Любим, конечно же, правда? Смотрите, пахиры покрупнее и поменьше. Спатифилиум тоже стоит там. Антуриумы в основном красные, и вот этот был удивительный цвета вина. Хамидореи небольшие, пальмы тоже здесь представлены. Листья блестящие, растения достаточно чистые. Так понимаю, ухаживают за ними достаточно хорошо. А работники садового центра, кстати, очень приятные ребята, несколько человек, я их уже все знаю в лицо, со всеми здороваюсь, со всеми общаюсь, потому что он такой более семейный, этот садовый центр. Посмотрите, какой красивый филадендрон. Друзья, посмотрите, какой большой-большой куст филадендрона. Немного моя тень накрывает на него, да, тень на плетень. Посмотрите, какой потрясающий красавец. Огромный-огромный куст филадендрона. Все любители аруидные вам посвящаются. Здесь также есть зона небольшая горшков и керамики. В основном они продают именно керамические горшки, пластиковых горшков практически здесь нет. В основном это все кашпо, да, вот такие, смотрите, элегантные, красивые кашпо, состаренные, да, интересно смотрится на самом деле такой, как будто камень состаренный. Есть более обычные, нашему глазу привычные, да, есть вот такие, в таком стиле сделанные, тоже кашпо. Цены в среднем от 10 до 30 евро на все эти кашпо. При желании можно купить горшок, как некоторые люди делают, да, и оставляют его просто в кашпо, в красивом каком-то декоративном, либо пересаживают и берут кашпо чуть большего размера. Редко сажают такие сразу горшки, да, потому что достаточно сложно за ними следить, в плане они весят очень много, если еще посадить в них растения, то, конечно, будет тяжело растение само передвигать, и они плюс ломкие, эти горшки, поэтому лучше их использовать как кашпо. Вот, смотрите, когда я вам сказал, что здесь можно купить сарафан, да, может кто-то не поверил, но здесь есть такой небольшой отдел, смотрите, вот такие красные труселя, Михалыч, манишь меня своими красными труселями, да, как в нашей Раши, такие с Дедом Морозом, Санта-Клаусом, по-испански это называется Папа Ноэль, Дед Мороз это Папа Ноэль, Папа Ноэль, смотрите, вот такой вот Антуриум, говорю, Эпипремнум, тоже красавец, огромное зеркало у них здесь, в отражении вы можете видеть эти куртки цвета в рове глаз, но женщины в поисках эксклюзива, у них достаточно такие одна на миллион куртка, если такую себе купишь, то навряд ли еще кого-то увидишь в такой же, да, поэтому очень часто здесь покупают наряды своей модницей, которые хотят выделяться из толпы, здесь стоят небольшие тоже зона горшков, кашпо, различные игрушки для елки, небольшие бонсай, бонсай из фикуса, бонсай, кстати, посмотрите, из портулакари, очень интересно выглядит бонсай, друзья, не сделать ли мне себе небольшой бонсай из портулакари, она у нас растет повсеместно, на улице есть и варегатные, и зеленые, какие только хочешь, смотрите, как смотрится стильно бонсай из полтора к портулакари, интересная идея, всякие украшения, свечи, а в конце видео уже покажу немножечко, их украшения, я знаю, что в основном меня смотрят, конечно, женщины, и многие женщины любят различного рода украшения, поэтому вам так буквально минутку в конце видео покажу еще, кокосовая пальма, смотрите, вот такая аллаказия стоит, тоже необычная, интересно, что это за аллаказия, красивые листья у нее такие, да, смотрите, своеобразная, но раскидистые, конечно, эти аллаказии, что с ними делать, 33 евро она стоит, это аллаказия, давайте посмотрим, Венти, Венти, 33,95, аллаказия, Уенти, вот такая красавица, аллаказия, конечно, я бы, если имел свой дом, такую аллаказию можно завести для сада, но в квартире такую роскошь, это, конечно, тяжеловато, тяжеловато будет держать, да, вот такая крупная средь, в каком у нас стоит огромном горшке, огромном таком кашпо, вот красавица тоже стоит, да, вот такая колотея, очень крупный экземпляр, и, кстати, посмотрите, данная колотея, данный экземпляр цветет, друзья, вы когда-нибудь видели цветение колотеи, посмотрите, какие симпатичные у нее необычные цветы выглядят, да, я, кстати, первый раз, по-моему, вижу в моей жизни, в моей долгой, наполненной растениями жизни, цветение колотеи, здесь снова опять какой-то непонятный декор новогодний, смотрите, здесь есть еще, опять-таки, кстати, неплохая зона, вот это у них, здесь продаются различные семена, продаются различные удобрения, различные отравы, различные типы грунта, здесь, кстати, можно купить мохсфагнум, практически нигде у нас его не найти, здесь его можно купить в пакетах, то есть в этой зоне, кстати, я часто покупаю свой любимый грунт для суккулентов, и также иногда здесь покупаю турбо, турбо по-русски, это вылетело из головы, что такое турбо, если вспомню, скажу, посмотрите, какой снова красавец, этот прям вообще черный, антуриум, посмотрите, какой, да, потрясающий, турбо это торф, вот вспомнил, потрясающе красивый антуриум, люди ходят, здесь смотрите, какая конструкция, очень интересный цикос, кстати, мне приглянулся, кстати, опять-таки, да, по хорошей цене, 4,65, такой крупный цикос, я, кстати, такой не помню, чтобы я встречал где-то, необычный цикос, у него приятные такие достаточно жесткие листья на ощупь, необычное, необычное растение, такие пиковидные листья, вот здесь еще есть несколько, кстати, смотрите, обратите внимание, это зона, так сказать, база старой кровати, вы видите, что это стоит кровать, то есть основание ее без матраса, и вот так подвешены, такой стиль а-ля Здравствуй, Дача, подвешены различные горшки, кашпоз растениям и сингониумы, да, различные растут здесь, коллизия вот такая, по 4,56, кустики достаточно приятные этой коллизии, растут здесь, фикус леровидный стоит, пальмы тоже стоят эти, это не хамидореи, это иногда забывают, когда не работаешь с растениями, абсолютно, иногда забывают их названия, вылетают, потому что ты их не используешь, ни для чего, смотрите, сейчас вам покажу куртки, смотрите, какие куртки, видите, есть такой стиль, есть такая марка испанская, я думаю, многие слышали о ней, называется она De Sigual, De Sigual, это они такой, как все, вот эти куртки, они очень, и вообще в целом, одежда, которая здесь присутствует, они очень похожи на имитацию этой марки De Sigual, филадендроны, филадендрон Heartleaf, Imperial Red, Chlorophytum, растет здесь также, платицериум небольшой растет, и вот такой потрясающий кустик этой монстеры, если я не ошибаюсь, это монстера Адансони, есть еще одна монстера на нее похожа, швейцарский сыр ее, в общем, называют в народе, эта монстера, посмотрите, какая симпатичная, кстати, очень здоровая и приятная, монстерка, очень даже приятная, вы знаете, ароидных в моей коллекции практически в последнее время не хватает, и вы знаете, возможно, возможно, с нового года Николай начнет снова мощную коллекцию ароидных растений, так как какие обстоятельства случились в его жизни, о которых мы с вами поговорим, чтобы не пропустить, друзья, подписывайтесь, если интересно, на канал, и вы узнаете все из первых уст, так сказать, как свежие выпеченные пирожочки будут новой стелиться скоро с канала Николая, посмотрите, вот здесь такой крестовник, седум, да, седумы, это различные, этот называется радиканс, этот называется стринг оф делфин, типа нитка дельфинов, крестовник Роули, тоже, и смотрите, вот такая церапегия Вуди, кстати, очень красивая церапегия, мне очень нравится церапегия, и посреднее время, друзья, кто ими увлекается, именно церапегия Вуда, Вуди, Вуду, ее по-разному называют, по-разному пишут, да, именно по-русски, если, смотрите, вот так цветет церапегия, вот такие у нее небольшие, но интересные цветы, да, вот церапегия, так вот, церапегия Вуда, очень интересное растение, мне кажется, оно потрясающее, я хотел бы себе сделать такие шторы из этой церапегии, так что, возможно, у меня появятся скоро еще разнообразные церапегии в моей коллекции, друзья, жизнь бьет ключом, жизнь продолжается, да, несмотря ни на что, несмотря ни на какие, там, ковидные меры, ограничения, мы все равно продолжаем цвести, пахнуть вместе с вами, да, друзья, ну, и теперь в конце давайте я вам покажу немножечко украшений, да, такие, бижутерия, кстати, тоже, опять-таки, очень похоже на имитацию марки испанской Uno de Cinque, один из 50 называется эта марка, и вот у них здесь украшения, кстати, когда увидел, я подумал, что эти браслеты, это Uno de Cinque, это очень-очень похоже, но потом прочитал этикетку, что нет, это какая-то другая марка, она отсвечивает, единственное, но очень, друзья, прям один в один, вы знаете, слизанно, вот такой садовый центр, садовый центр, он же магазин одежды, он же сад, он же кофейня, он же бывший ресторан Черчилль, друзья, всем, кому было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, всем, кто был со мной до конца, отдельный вам привет, отдельное спасибо, и будем с вами прощаться, и увидимся с вами во второй части, моего выпуска, которая будет на улице, пока-пока.